Девушки отдыхают Кто хочет жить в пентхаусе? Четверо участников бьются перед скрытыми камерами за огромный роскошный пентхаус, а их домочадцы и соседи даже не подозревают, что скоро кто-то из них, ну как бы похотя скажут, теперь, дорогая, мы живем не в этой убогой квартирке, а в настоящем пентхаусе прямо на крыше нашего дома. Поэтому собирай вещи, детка, мы начинаем! Каждый день я придумываю нашим участникам сногсшибательные задания, но часто бывает так, что я их не задаю, потому что случается чего-нибудь такое, что просто не до задания уже. Вот и сегодня бах-та-ра-ра, Зинаида Пиржо просто съехала с катушек, и что? Что-что? Внимание на экран! Боря, Боря, мне надо с тобой поговорить как с близким человеком. Говори, Зинуля! Боря, у меня такое впечатление, что за мной постоянно наблюдают. Ты имеешь в виду этих воинлистов? Нет! За мной, мне кажется, следят агенты спецслужбы. Нет, Зина, я понимаю, ты занимаешь в своей клинике важный пост, но я не думаю, чтобы ты им была настолько интересна. Боря, я тебе открою секрет, я сама по молодости работала в ГГБ. Да, санитаркой, Боря. Я все это проходила, Боря! Петровна, может, тебе в санаторий съесть, если успокоить нервишки? А, Боренька, ты тоже из них на санаторий КГБ намекаешь, да? Йо! Какие подробности узнаются из жизни Зинаиды? Заныч, ну ты что, в самом деле ничего не понял? Нет. Я тебе еще раз объясню. Зинуля, моя Зинуля съехала с катушек. Ей кажется, что за ней все время наблюдают. За нами и за всеми наблюдают, Боря. Слава Богу, конечно, 22-й день уже. Здравствуйте, Зинаито. Она именно это и почувствовала. А знаешь, Заныч, что произойдет, если она обнаружит скрытые камеры? Ну, знаю, Боря, тебя оттурнут из шоу к чертовой матери. А я этого не хочу! Я не хочу уходить из шоу, когда до пентхауса. Господи, вот, неделя осталась. Стоп, Боря, не обижайся только. Ты что, действительно веришь, что тебе пентхаус светит, а? Да, Заныч, верю. Но, зная Зину, полагаю, что она всем про нас все расскажет. И знаешь, что тогда Олеге с нами со всеми сделает, а? Еще раз по коленке меня ударишь, я тебе в нос дам. Да, значит, он, он, он нас вышвырнет из своего шоу и других участников наберет. А куда он нас вышвырнет, когда мы в своих квартир? Я извиняюсь, конечно, а вы что, действительно нас всех закроете, а? Контракт на участие в реалити-шоу. Пункт 10.2. Черным по белому написано. В случае форс-мажорных обстоятельств, пожар, наводнение, война или если кто-то из членов любой семьи узнает про скрытые камеры, проект закрывается. При этом участники не могут предъявлять устроителям никаких претензий. Вот скажи, Вася, а почему, почему мы должны помогать Пиржо? Эх, Кеша, ну я тебе попробую в пятый раз объяснить. Потому что, Кеша, как я уже говорил, если Зина узнает, что в комнате установлены скрытые камеры, все, не Пиржо выкинут, а весь проект закроют. Нам хана. А мы с тобой, Кеша, ближе всех к победе, к пентхаусу. А, вообще-то не мы, а я. Я живу на этаж выше, чем ты. И вообще, откуда ты знаешь? Понимаешь, Кешенька, друг ты мой милый, я только что перед тобой встречался с самим Аликом Ге. А, что? Да, взял меня вот так вот за плечико, подрепал по щечке и говорит, ты иди, Василий Петрович, так и передай Кеше, что вы ближе всех к победе. Какой твой план? План такой. Зинаида подозревает, что за ней следят скрытые камеры. Так-так-так-так-так-так-так. Так. Надо её убедить, что за ней действительно следят, но не какие-то скрытые камеры, а, например... А-а-а-а. Понял, Кеша? Не понял. А, это я понял. Ну, так ты мне объясни, а чё там не собраться с четверым участниками нашего паршивого про... нашего хорошего проекта и не обсудить, как выходить из всей ситуации? Потому что Пиржо с нами не может собраться. Он боится оставить Зинаиду дома одну, а вдруг она начнёт искать камеры и микрофоны по всей квартире. Ла-ла-ла, логично, логично. А за Задов где? А Задов отвечает за первую часть нашего гениального плана по успокоению Зинаиды на букву И. Инопланетяне. А-а-а. А, мама, мы за какую часть отвечаем? А Задов нам сказал, что я отвечаю за букву О, оккультные силы, а ты отвечаешь за часть на букву Ш. Ш. Шпионы. Шпионы. Это точно. Ш. Шпионы. Да. Ш. Ага. Ага. Зина, выпей успокоительного, а? Зиночка. Боря. Боря, у меня такое впечатление, что ты знаешь, что я что-то сейчас найду, но не хочешь, чтобы я поняла, что, да? Зина, я не хотел тебе говорить. К нам домой вот уже несколько дней, ночью пролетает инопланетяне. Какие инопланетяне конкретно? Зина, очень страшно. У них огромные носы. В руках какая-то штука, из нее свет идет. Они ее на меня наставляли, Зина, я пошевелиться не мог. Боря, скажи, они направляли на меня какую-нибудь штуку? Зина, они на тебя другую направляли, в два раза больше. Потом шептались, раздевались, одевались и улетели. Так я и думал, я все это читала, я это все смотрела в кине. Не, Боря, они хотят меня украсть, чтобы меня резать, терзать на орган. А может быть, они меня хотят сделать, Боря, своей инопланетной маткой. А что, очень даже может быть, меня пару раз забирали, я еле вырвался, но мне повезло, меня забирали пришельцы-девочки. Так я не поняла, Васенька, я что, должна вот просто взять вот эту штуку и просто отнести ее к пиржо, и все? Ты десятый раз спрашиваешь, я тебе отвечаю, и все. Ну хорошо, хорошо, отнесу, отдам. Скажи хоть, что это такое? Что это такое, что это такое? Обычный бластер, бластер космический. Короче, скажи, что вот эту фигню у нас случайно на балконе инопланетяне оставили, просто скажи. Ой, так ее тогда лучше инопланетянам вернуть? Ой, скажи, сейчас сам понесу. Нельзя, не надо никому возвращать, просто пускай у пиржо полежит. Так а если пиржо облучится и умрет? Да тебе не все равно, а? Не я же облучусь, а? Ему это, кстати, полезно. Он сейчас пишет книгу про какой-то там космический десант. Отнеси, я тебя очень прошу. Боря, я повторяю, сколько было инопланетян? Я не помню. Не помнишь, да? Не помнишь. Не кали меня, садистка. Сколько? Их было четверо. Четверо. Уже хорошо. Боря, как выглядела эта инопланетная штука, которую они на меня направляли, а? Зидой, я не помню. Не помнишь? Тихо. Лежи тихо. Я открою дверь. Галочка, если можно, попозже немножко. Сейчас у нас дела кое-какие. Вот это Вася просил вашему Боре передать. Эту штуку у нас инопланетяне на балконе обронили. Боря, ты вспомнил, как выглядит эта инопланетная штука, которую они на меня направляли, а? Я не помню. Зида, убери кактус. Как это не помнишь, Боря? А разве вот это? Не она? Она. Зидуля, она. Я просто сразу не признал. Не признал, да? Сейчас я, Боря, нажму на этой штуке какую-нибудь кнопку, направлю на тебя из нее наверняка пойдет огонь. От тебя, Боря, останутся одни ноздри. Ты меня поняла? Да, да. Пусть огонь. Только убери кактус. Я не пойму, Боря, а почему ты так орешь? Неужели это так больно, а? А-а-а-а-а, говнюк! Групкий бантиком, бровки. Что-то я не вижу, Пиржо. Я тоже чего-то его не вижу. А-а-а-а-а, ухо вижу. А-а-а! Не испугал, не испугал. Слушай, слушай, а может быть, Зинка не поверила в инопланетян? Да ладно, ты что? У меня Галя профессионал уж сучит так сучит. Потом мы этот бластер с Пашкой четыре часа делали. Да? Тогда я звоню Зинке. Давай. Алло, Зинок, а позови, пожалуйста, Борю. Боря просто взял и уехал. Почему? По качену. Вася, она сказала, что Боря уехал. Почему? По качену. Врет, врет, Зина, чувствую, врет. А, Кеша, она его связала, а сама уже по всей квартире скрытые камеры ищет. Надо, надо, надо Эдика запускать. Звони. Боря, не надо. Не надо из меня делать дуру. Это обычная водосточная труба, шланг от душа. И все это примотано было к игрушечному пистолету. Боря, говори, что ты хотел у меня выведать, а? Зина, ну зачем мне что-то у тебя выведывать? Я и так все про тебя знаю. Глупый мой лысеющий малыш. Да что ты можешь про меня знать? Ты не знаешь, за что меня в 12 лет из пионерлагеря с позором турнули? И ты не знаешь, чем я занимаюсь у себя на работе в лаборатории. Зина, а чем? Что? Хочешь вынюхать? Чем? Зина, чем? Так я тебе и сказала. Я знаю, что все вот это отвлекающие маневры. Зина, ну не сходи ты с ума. Боря, да я специально тебя проверяла и версию про инопланетян подбросила. Я чувствую, чувствую, что все, что у нас в квартире происходит, все прослушивается. А может быть и проглядывается. Зина, мне страшно. Тихо, Боря. Тихо. Лежи, тихо. Здравствуйте. Оп. Очень хорошо, что зашли. Надо заметить, своевременно. Какие за забавные звуки. Чего это там, а? Я ничего не слышу. А, это? Ну, слава богу, я свободная женщина. Живу в свободной стране и имею право в свой уикенд посмотреть порноэротическое кино. Что такого? Вы проходите, Эдуард, вот скажем, на кухню. Я сейчас. Ох, здесь Зинаида, а. Я кому сказала лежать тихо, даряной мальчишка. Все, Эдик на месте. Начал выполнять часть своего плана про шпионов. Рапорт закончен, командир. О, Вася, я забыл самое главное. Я не пожелал Эдику ни пуха, ни пера. А, как, как ты мог ему не пожелать ни пуха, ни пера? Я извини, Кеш, что-то я на тебе сорвался. Извини. Я могу позвонить? Можешь. Я извини. Да, да я верю, я верю, Зинаида Петровна, что за вами шпионы следят. Я тогда так думаю, что это, говорите, а, американцы. Или грузины, по науськиванию, а, американцев. Наверняка, наверняка вы правы. Я только не могу понять, а как они узнали? Они же, они же ни сном, ни духом, чем я там у себя в клинике, в лаборатории занимаюсь. Вот что, святая душа. Да у них везде свои люди, как щупальцы. Да, да, я по телевизору видел. И казино все под ними, и все рынки. Вот народ, а. Да, да. У них же расчет как какой? Что вы до дома расслабитесь, и в эротическом, скажем, угаре какую-нибудь информацию нет, нет, да и проболтаетесь. А муж ваш на диктофончике это запишет, и когда они его попросят, Борис передаст. Тогда правильно, что я его все-таки нейтрализовала. Нет, нет, нет. То, что вы Бориса связали, это плохо. Они теперь поймут, что он прокололся. Все-то, тухляк. Вот, может быть, даже убрать его захотят, а вслед за ним и вас. Вам надо было сразу мне звонить, сразу. А ну, ноги в руки, ноги в рось, руки вверх, вверх, вверх руки, и ноги в рось заодно. Да вы что, я с детства таких пост не принимал. А-а-а! Чего? Эдик не отвечает. Я понял. Провалился наш Эдик. В унитаз? Да, Кеш, в унитаз. Ладно, Кеш, не обращай внимания, давай. Теперь твоя очередь нас спасать. Иди, вся надежда на твою часть плана. Ступай, Кеш. Ага. Вася, если я тоже провалюсь, ты за меня свечку в пентхаузе поставь. Да, поставлю, Кеш, поставлю. И за тебя, и за пиржо. Я вообще в нашем пентхаузе, думаю, при свечах жить буду. Ступай. Так я и думала. Приходь-ка тоже в банде. А-а-а! Не нравится мне это все, не нравится. Так у нас участников может не остаться. По условиям игры в такие ситуации я вмешиваться не могу. А даже если бы и хотел, но, по-моему, уже поздно. Что, стыдно, да? Здоровые три лба. Не справились со слабой, хрупкой женщиной, да? Что, Эдуард, вы на меня так смотрите, а? Наверное, задаетесь вопросом, как? Как она меня раскусила? А я вам отвечу, как. Я вам сказала, Эдик, что я Борю нейтрализовала. А вы мне что сказали? Не стоило его связывать. Задаюсь вопросом, а откуда? Откуда вы узнали, что я его связала? А я вам отвечу, не торопитесь. Я же видел, как в квартире Приходько в его окне занавесочки шевелились. И бинокль блестел. Зинаида, понимаешь, мы не шпионы. Мы просто подумали, что тебя околтовали. Вот, ну, пришел Боря, рассказал о твоих симптомах. И мы за тобой стали следить, чтобы помочь тебе. Вот, а ты сразу сковородкой. Эх, мальчики, мальчики, парни, парни, мужики. Да если бы вы знали, какими я у себя в клинике опытами занимаюсь, вы бы такую чушь-то не придумали. А ну, говорите быстро. Где у меня в квартире подслушивающее устройство? Быстро! Ой-ой-ой, мамочки! Ой-ой-ой, если бы меня так связали и вставили бы мне мячик прямо в рот, я бы от страха всех предал. Дорогой Олег Г, я требую вашей консиденции, пердепупции, аудификции, ауди... Короче, я хотел бы с вами поговорить по душам. Серьезно! Зинаида, мы поняли, что ты нас так и так пристрелишь. Может, перед смертью расскажешь про свою работу секретную? Ага, конечно. Вот ты смотришь на меня, ты видишь где-то надпись «Идиотка», а? Что я не знаю, что у вас микрофоны пишут. Камеры стрекочут в мою сторону. Ну-ка, сиди тихо, а то точно петушки подстреливаю. Зинаида Петровна, меня попросили к вам зайти. Вот, попросили записку вам передать. Секретно. Вы вмешались в ход секретной операции, чем создали неудобства для ФСБ. Немедленно положите пистолет и развяжите Рылова, Пержо и Приходько. ФСБ. Упс, я не понимаю. Что? Я пошла! Стоять! Я не понял, Зинаида Петровна, я здесь при чем? Ни при чем вы, Галочка, это ведь не вы мне недавно фуфловый гластер приносили, да? Что? Да я, да меня Вася мой попросил! Руки! Мыло! Да и Зинаида Петровна! У вас совсем уже крыша съехала! Знаете что, вы давайте успокойтесь, не волнуйтесь, а я вам сейчас пойду и психушку вызову. Все! А-а-а! Галочка, Галочка! А-а-а! Как, Галя? Я не понял! Вы шо? Вы моя родная соседка! Вы мне сейчас в пиду стреляли! А-а-а! Галя, а что это у вас дырки, как будто бы ни на лифчике, ни на блузке нету, а? А-а-а! Нету! Я не поняла, а что это? Пули, что ли, какие-то? Пули, что ли, игрушечные какие-то, а? Внимание, внимание! Зинаида Петровна, немедленно бросьте оружие! Дом окружен спецнезом! Сопротивление бесполезно! Что ты милишь-то? Хозяин мой невидимый, а? Зинаида, немедленно развяжите людей! Примите успокоительное, и все все забудут! Вам понятно? Так точно, товарищ, наверное, генерал! Я не стал бы вмешиваться, если бы точно не убедился, что участники сделали все возможное, чтобы ее остановить! У меня нет к ним претензий! Они показали себя с самой лучшей стороны, и каждый из них достоин жить в Пентхаусе! Ну, видишь, а? Все утряслось! Настоящих шпионов уже соответствующие органы арестовали, да? Боря, а кто они были, эти шпионы, а? Зинаида, я не знаю! Я пытался узнать, да разве они эти мудрые головы скажут правду, а? Зинуля, ты лучше мне скажи, чем вы таким секретным в вашей клинике занимаетесь? Боря, а ты никому не расскажешь? Зина, могила! Понимаешь, Боря, я, как мне кажется, сделала очень важное научное открытие! Я открыла ген подозрительности, я много над ним работала, экспериментировала, вводила его белым мышам! И, наверное, по какой-то случайности за обедом, а одну белую мышку с этим геном съела! Вот меня и завертело, закрутило, повело! Зина, а сейчас? Как сейчас? Я надеюсь, ты понимаешь, что здесь никаких скрытых камер нет! Сейчас уже отпустило, конечно, Боря, что я дура, что ли! Откуда в нашем доме взяться скрытым камерам? Хотя, убери руки! Неплохо, очень неплохо! Я ведь вас предупреждал, что у нас будет самое крутое реалити-шоу! Где? Да в мире! Не разочаровываемся мы пока в наших участниках! Как надеюсь, дорогие друзья, вы не разочаровались во мне! Своем ведущим, Али Кеге, это было супер-шоу! Кто хочет жить в пентхаусе! Спасибо моим девочкам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!